Совершил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В Бобруйске оглашен приговор. Вечером 9 августа, по словам самого обвиняемого Егора Храмени, он приехал в центр города, чтобы встретиться с друзьями. Позже увидел сотрудников милиции, которые призывали людей на площади расходиться. Компания развернулась, чтобы уйти. На подходе к фонтану молодые люди увидели бегущую толпу. По инерции, утверждает обвиняемый, побежали тоже. Позже Храмени от компании отделился. 22-летний бобручанин оказался на социалистической, где одного из участников несанкционированного митинга задерживал милиционер. Храменя подумал, что его тоже хотят задержать, и распылил в лицо силовику перцовый баллончик, который носил для самообороны. Потерпевшим оказался сержант милиции. По его словам, обвиняемый сначала ударил его по голове и лишь затем распылил баллончик. Слова милиционера подтверждает свидетель, его напарник и заключение медэксперта. Ожоги век и склер глаз, ушибы ушной раковины. Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя города Бобруйска по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса. А именно, он совершил насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Судом назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также возмещен потерпевшему моральный вред в размере 1 тысячи рублей. Приговор законной силы не вступил, может быть обжалован и опротестован.